Содрали всю землю. Пожалуйста. Когда вся страна праздновала День России, жители нескольких многоэтажек краевой столицы начали борьбу за независимость от пивного соседства. Их мини-аллею уничтожали на глазах. Я говорю, вы же обещали пересаживать. А пришел хозяин, говорит, он сказал, что никаких пересадок ломайте. Мы тут им вишни засадим, мы им все тут засадим. Декорации Екатеринбурга, но это Барнаул. В поселке Южный посреди зеленого уголка вырос металлический забор, но за ним уже выкорчевали деревья и началась стройка. Зачинщик работ – вот это питейное заведение. По словам жителей, год назад им говорили об открытии под окнами продуктового магазина. Появился пивной. И скоро он будет еще больше. Реконструкция продовольственного магазина. Нет, он расширяется просто. Соседство вот этой бочки и наркоманской аптеки превратило в наш микрорайон, в опасную зону. Предоставите работу. Сейчас со второй смены будут учиться, и они вот через вот это вот все заведение будут проходить. Это спорный участок на карте. И оказалось, что стройка могла быть еще серьезнее. Этот участок уже давно не придомовая, а краевая земля с назначением торговля в аренде бизнеса. И мэрия выдала разрешение на строительные работы. И в рамках уже этого разрешения имеет право там осуществлять деятельность, в том числе по застройке, по благоустройству, но в границах отведенного земельного участка. Законодательство санитарии нарушается федерально. Федеральные нормы о тишине. Если это еще будет пивное заведение открытое, то тут и до нарушения уголовного кодекса недалеко. При этом руководство торгового дома не делится планами застройки ни с жителями, ни с нами. Директор розницы по телефону объяснила, что занимается лишь вопросами кафе «Пельменный». Другого специалиста для ответа на наши вопросы не нашлось. Я ничем им больше помочь не могу. Общественник Игорь Берг рекомендует жителям написать письма в прокуратуру и мэрию, потребовать все документы и надеяться на нарушение. Тогда, возможно, стройку остановят. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком.